Я сама не поверила, но Лилия Павловна на работу не вышла. Контрольная отменяется. Я вспомнил Катю. Такую красивую и такую подлую. Катя. Первая девочка в классе, у которой на зависть подружкам успела округлиться грудь. Первая сплетница, змея и гадина. Я продолжил царапать ручкой в тетради, выводить пики сосен и две крошечные фигурки, летящие между кронами и полной луной. По предплечиям бежали ордой мурашки, ретиво заскакивая за шиворот. И было вроде так просто взвыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. То ли вес украденного перстня, то ли тяжелые взгляды исчезнувших детей на доске. Кто-то в поселке был явно к этому причастен. Скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. А что ты рисуешь? Я стыдливо прикрыл тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так дурака валяю. Полина облокотилась на парту. Я уже и забыл, какая она легкая и изящная, словно скрипта. Гнев и ярость, которые обуревали меня вчера во время телефонного разговора, отступили, спрятались в норе. Я уже забыл обижаться на Полину. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, снял маску потворной повседневности. Я улыбнулся, представляя, как юбочка Полины подхает на ветру, как звезды искрятся со всех сторон, и она удивленно спрашивает, не сон ли это. А я отвечаю, мол, какая разница? Лицо Полины снова помрачнело. Ужасно еще и то, что Кате мне жалеть сложно. Я, правда, ищу в себе сострадания, но вспоминаю ее поступки и... Алина покачала головой. Я чудовище, да? Нет, подумал я. Ты одна из самых красивых девушек, кого я встречал. Но для меня, увы, ты только на втором месте. Но вслух ничего не сказал. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстрыло меня больше, чем пропажа одноклассницы. Ноздри словно уловили запах конфет, древесной смолы и фейерверков. Ты потерял анкету? Да. И кто-то сейчас читает чужие секреты. Лес, подумал я, вообразив, как скрюченные ветви поддевают страницы и листают, трогая детский почерк обледенелыми сучками. Надеюсь, ее найдут. Я не понял, про Катю она говорит или про тетрадку. Хотел уточнить, но увидел, что Полина пристально меня изучает. Я пригладил волосы удивленно. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Я подумал о флейте, струящейся между косматами деревьев. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор. Что ты? Она кивнула, словно признаваясь, что полностью мне доверяет. Я не знал, заслуживаю ли такого доверия. Ее волосы каскадом спадали на плечи и так удивительно пахли, что я возлетал без всяких чар, переливающимся звездам какого-то внутреннего космоса. Бяша выпрыгнул как чертик из табакерки и резко гаркнул мне в ухо. Полина пришла на помощь, хотя я и не просил. Или все-таки просил всем своим видом. Что за глупости? Мы просто друзья. Твоя подружка, значит? Ходишь вместе за платьями с этим педиком? Никакой он не педик. И вообще отвянет Петрова. Я обязан был что-то предпринять, но вместо этого сидел, вцепившись в край парты. Ромка хмыгнул презрительно. Хех, баба тебя спасла, уродец. Живи пока. Хохоча, мои враги удалились из класса. Полина грустно улыбнулась мне. Будь сильным. Подмывала закричать. Я не могу. Не могу быть сильным и дать отпор этим мерзавцам. Не могу защитить себя, тебя, да хоть кого-нибудь. Я жалок. Хочу сгинуть в лесу, зарыться в снег. Хочу домой, под одеяло, подальше от людей. Полина ушла, и терзавшие меня мысли окончательно довели до горьких слез. Я снова задержался после уроков, боясь расправы Ромки за дерзость разговор с Полиной. Я брел из школы в предзакатном свете. Скучающий дворник скоблил лопатой асфальт, а старшеклассники выбивали сигаретный дым, похожий на диалоговое облако из комиксов. Хотелось наполнить эти пустые окошки дружескими словами. Но не было ничего дружелюбного вреди на взглядах ребят. Я покидал неприятный мир черствых булочек и гадких насмешек. Кто-то толкнул меня на пороге. Разве не учились извиняться? Я пересек поселок и замедлился у моста. Покрутился, выискивая рыжую подругу. Но на дороге не было лисиц или других моих новых друзей. Встретивший меня лес был тих и покладист, будто притворившийся спящим зверь. Он все же следил за мной одним глазком из-под прикрытых век. А я шагал, сунул пальцы за ремни рюкзака и смотрел под ноги сквозь очки. Вновь черные тени маячили меж голые деревья, неустанно повторяя имя, скорее всего, уже мертвой девочки. Закат затухал над соснами, как пламя, повернутый к минимуму в газовый комфорт. Я пошел дальше, тянув голову в плечи, не глядя на искореженные деревья. Дом темнел на фоне белого поля. Уходная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Мне показалось, что иней покрывает мою кожу. Я стиснул кулаки. Мрак просачивался в прихожую, а с ним, медленно планируя на ковер, влетали снежинки. Будто стая падальщиков, почуявшую добычу. Я осторожно перешагнул порог. Вдруг услышал, как кто-то говорит на кухне. На этом были. Был всего лишь радиоприемник. Циклона, которым мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. МЧС призвала жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несет с собой буран. Сверху тоже доносились голоса. Заскрипели протяжно ступеньки. Я делал шаг, а сердце за это время успевало ударить 5-6 раз. Дверь родительской комнаты была отворена. В пятни света выступал театр теней. И черный силуэт исполняли танец ненависти. Мамины кисти взметались к потолку, когда она шипела на отца, а он нависал, скрестив руки на широкой груди. Мы все в опасности. И все из-за тебя. И не ври, ты видел его в поселке. Он вычислил, где мы живем. Это был не он. Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Я пробежал к спальне. Родители снова ссорились, выясняли отношения, сыпали взаимными обвинениями. Карина! Отец низко по зверинам узорычал. Пусть они прекратят! Оля стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Опухшая от слез личика заставила меня похолодеть. Что случилось? Они разведутся! Я обнял сестру и прижал к себе. Язык отказывался повиноваться, искать утешение. Крики будто звучали сразу отовсюду. Справа и слева, снизу и сверху. Били по макушке. Ругань падала нам на голову, и мы прикрыли их руками, как спасающиеся от бомбежки беженцы. Я хочу уйти! В свою комнату? Нет! Дальше! Отведи меня в небыль, Андию! Ты обещал! Я осторожно отмал ее руки к уши и повел меня вибрирующей яростью спальни родителей. Из-за тебя! Ради кого? В эти минуты я презирал их сильнее, чем они презирали другого. В комнате я заперся на шпингалет и прислонился к дверям. Колени подгибались. Послушай, Оля, мне тоже здесь плохо. Ты хотя бы в школу ходишь. Я невесело хохотнул. Эта школа кошмар! Меня там все ненавидят! Только одна девочка надо мной не смеется, зато жалеет, как побитого пса. Ты не пес! Ты... Я не понимаю, кто я. Но там, снаружи, ничем не лучше, чем в доме. Где же лучше? Давай пойдем туда. Полетим, поплывем! Если б можно было, я бы все на свете отдал, чтобы уйти и забрать тебя с собой. Верхняя губа Оли дробнула. Клянешься? Я горько улыбнулся и сказал. Чтоб мне умереть. Что-то стукнуло карниз снаружи. Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Бам! Снежок повторно шлепнулся в раму. Ты ждешь кого-то? Я не ответил. Отпустил ее с запястья. Она всхлипнула испуганно. Я прошел по комнате, молчащаясь от каждого родительского скрика. Билась посуда. Папа с мамой переместились на кухню. Совушка, медвежутка, волчек и, конечно, пленительная Алиса. Все были в сборе и махали нам снизу. Оля Ойкмова завидел девочку-птицу. Я же говорила! Да, знаю. Я тебе всегда верил. Кто они? Помимо страха, в голосе звучало любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. А у нас только игр не играет. Давайте только не во все игры играть, а то у меня лапка болит. По чуть-чуть. И потом отдохнем. Друзья! Выходите скорее играть и танцевать! При виде Алисы, сердце забилось сильнее, а внутренний голос спокойно кричал. Наконец-то! Она здесь! Они знают, как попасть в небыляндию. Я прикидывал, глядя на зверя. Фигурки лесных друзей обещали избавление от горя, гнева и ужаса в ночи. Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Мама лаяла на отца отрывисты, как дикое животное из передачи Николая Дроздова. Мы просеменили мимо гремящей кухни и выскользнули под снегопад. Ко мне тут же подбежала Алиса и обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Как же долго! Пока мы вас, домоседов, ждали, то чуть не состарились. Она прижалась еще сильнее. Оказывается, ждать так утомительно! Фух! Дайте хоть минуточку в себя прийти! Однажды я тоже долго собиралась. А когда закончила, то и вовсе забыла, куда! Оля смотрела на Сау с подозрением. Но хихикнула, когда та вдруг перекуркнулась через себя и лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже завороженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Меня зовут Оля. Раньше я... Ну, я просто тебя боялась. Тебя испугала наша солнышка? Может быть, у нее совофобия? А это лечится. Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Иначе с нами можно умереть от страха. Я поразился, поняв, что губы мои складываются в улыбку. Встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку, вручение которой глушило все дубные мысли. Какие у вас красивые костюмы! Девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. О, какая очаровашка! Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Я покосился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. Я... Блять... Все, просто... Я уже устал, у меня уже глючить начинает. Так, сейчас... И сказал, обняв сестру. Давайте отойдем подальше. Запросто! Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лес Деда Мороза? Глаза сестренки округлились. Как? Нужно идти по сладкой тропинке. Алиса наклонилась и вынула из снега конфету. Оля всплеснула ладошками. Посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Сестра захрустела конфетой. У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Почему, ты мне не рассказывала? Я рассказывала. Сегодня днем. Но ведь днем я сплю. Ага. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Алиса кинулась прочь, ввеленную рыжим хвостом точно факелом. Оля инистинтивно двинулась за ней и засмеялась, вынула из снегау во вторую конфету. Вы такие бодрые. На вас аж смотреть противно. А ты давай не зевай. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Скажешь, что же. Скорее уж мне на голову свалится три кило конфет, чем я поверю в байки лисичьи. Ой, 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 ой. Когда сладости стали падать на макушку медведя, я сам не удержался от смеха. Так забавно он ойкал и втягивал шею. Угощения переливались на снегу, медведь чихнул и достал из уха мишки на севере. Я бы вздремнул в часок, а уж потом пересчитал все эти шоколадки. У меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Со стороны леса донесся крик Алиса. Не в этой жизни! Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Я пожал плечами и побежал, потому что от бега злые тиски страха ослабевали. Что-то круглое пролетело возле моего места. Я решил, что это снежок, но Оля воскликнула. Зефир! Не подбирай, он испачкался. Ты что, веришь в микробов? А ты нет. Раньше верила. Стройные сосны великаны встречали нас с шорохом в своих лапах. Снег снова валил снизу вверх без крайне черное небо. Сугробы полыхали, точно расплавленное серебро. Как же красиво! А я думала в лесу страшно. Нас родители пугали лесом, снегом и совой. Ну а мы с совой играли в снежной чаще под луной. Я старался не отпускать из виду Олю, но это было довольно сложно. Сестра покидалась за кусты, подбирая все новые конфеты, то смеясь и прыгала на тропинку. Совушка пронеслась над днами, села на ветку и за ухо ломотая головой. Волчих вскопал мордой снега, вытянул горсть жвачек и проглотил на снегу на ветку. У тебя будет несварение. Волк испугался и выпрыгнул в жвачный ком. Враки, враки, злые собаки. Нет никаких несварений. Вся эта чушь случается только со взрослыми. Алиса встала как вкупанная и важно отодвинула полок переплетенных веток. Так в театре открывают занавес. За преградой была поляна, а на ней серебрился дворец изо льда. Ооо, это все взаправду? Защипнуть. Не надо ее щипать. Мы смотрели на сверкающее чудо. Башенки и стены были выложены из снежного и ледяного мрамора. Где-то ласково звенели колокольчики. Отчетливо пахло шоколадом и жвеным сахаром. Милости прошу к нашему шалашу. Дважды приглашать не пришлось. Мы вошли в замок, гортясь и жмулясь от слепящих искров. Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Пушистые помпоны покачивались на раздвоенной шапке. Белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. Он был таким, как я о себе воображал давным-давно, когда еще верил в мамины сказки высоким, сильным и косматым, излучающим одновременно мороз и тепло. И голос его густой и глубокий окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга! Ох, и намучились же вы ребятки, пока сюда добирались. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли! Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другим взрослым. Звонко, беззаботно, словно он был ее ровесник. Знаю, ха-ха-ха, все знаю. Мне мои друзья докладывают, ха-ха-ха. Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем конфет не запасаем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А я не ленилась. И о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Все это время я молчал и смотрел, будто взгляд примес к старику. Я мог принять живущих в лесу детей и фантастические прыжки до луны. Но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился старой речи. Есть у меня для вас кое-что особенное. В его огромной руке появился мешок. Нос ударил запах какао, халвы и мандарин. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Разве то конфеты были. Так одно название. Вот у меня конфеты волшебные, прямиком из Небыляндии привезенные. Хе-хе-хе-хе. Из Небыляндии? Сразу бы вам их дал. Заслужили. Но есть правило. Хе-хе-хе-хе. Надо бы вам три дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. Я не успел разлепить пересохшие губы. Да! Тогда слушайте первую. В нем живут машины и хранятся шины. Я посмотрел по сторонам на детей в масках. Они замерли в углах, но их тени полисали на стенах. Что-то тихо гудело, и я подумал, рабея, это ворчат их желудки. Гараж! Верно. Хе-хе-хе-хе-хе. Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Весь день ходит, как тень. Посуды гремит. На всех шипит. Я вопросительно вскинул бровь Мама? Оля потянула руку Можно я? Можно я? Это кошка Верно! Осталось последней загадкой И подарки ваши Только вот незадача, ребята Запамятовал я О чем же была эта загадка А может наши друзья Зверята нам подскажут Ряженые дети с голодом и топором Упшили нас со всех сторон Чтобы через мгновение Закружиться в бешеном хороводе Смутно напоминающим Пляску моего окна в ту злополучную ночью Дед Мороз сидит на тролле Пряча в городе мешок Не дай мне нам слишком долго Разреши с твоей Мешок! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Вор угощений Каких я не видел даже в рекламе А жвачки самых разных форм и расцветок Вкусно пахнущие С торчащими вкладышами Леденцы размером с кулак И мандарины размером с олену голову А еще сникерсы, марсы, баунти И киндер сюрпризы Которые мы так давно не пробовали Ой, спасибо! Я вытер рукавом выступившие слезы радости Когда мой внутренний голос Убедил меня отбросить все сомнения Именно этого я хотел для себя и сестры Настоящая небыляндия Без унижений и запретов Наконец-то мы будем счастливы Дед Мороз распрямился Покидает он И воздел руки над угощениями Звери по бокам тоже подняли лапы Их глаза блестели ярче драгоценных камней Пасть волка была мокрой от слюны Да будет пир на весь мир! Звери, толкаясь и рыча Бросились поедать конфеты одну за другой Арты у них были вымазаны чем-то темным Сестра схватила первую попавшуюся конфету И содрала паньте При виде этого я почувствовал Что внутри меня будто качнулся маяки Первый! Угу! И закончится все! Угу Äвых! Угу палата Немного робота С sons gossip Оросс Продолжение следует...